В начале декабря 1917 года состоялось срочное экстренное заседание в СНХ, на котором решали, что делать с нарастающей контрреволюцией. Уже 6-7 числа были встречи, на которых было принято решение об организации Всероссийской чрезвычайной комиссии, и среди находившихся было несколько человек, которые желали ее возглавить. Но Владимир Владимирович Ленин указал на Феликса Едмудовича Дежинского и сказав, что вот он у нас пролетарский якобинец. Это мы знаем из воспоминаний Якова Петерса. И как затем, если верить Петерсу, заметил уже после заседания Феликса Едмудович, с грустью, если я Робеспьер, то Петерс явно сын Жуста. Что для нас важно? Для нас важно, что большевики, да не только большевики, и вообще все революционеры той эпохи, и не только революционеры, та же царская семья, они все прекрасно знали историю французской революции. И самое главное, что они знали, так это главный урок, который из этой революции следовал, что рано или поздно королю отрубят голову. Но рано или поздно и Робеспьеру отрубят голову. Собственно, так оно и произошло. Дзержинский умер своей смертью в 1926 году. А вот Петерс разделил участь сын Жуста. Его расстреляли, по-моему, в 1938. Собственно, вот та самая власть, для восстановления которой он использовал порой не самые мягкие методы. Методы, да? Методы. Вот так с ним поступило. И если потом подняться вообще на самый верх, допустим, даже на спецслужб, то получается какая-то стюрелистическая парадоксальная картина, когда, ну, вы знаете, что после Дзержинского был Минжинский, а потом пришел Егода, и потом Упс, он Егода враг народа такой вот, если шок, потом Ежов, Упс, Ежов тоже враг народа, потом Берия, Упс, Берия тоже враг народа. То есть три подряд руководителя самой главной службы страны, которая направлена на подавление всех политических протестов, оказались казнены. Что же говорить там про среднее или про низшее звено? Но в этом нет ничего удивительного или сверхъестественного, потому что, опять-таки, все это уже было. И было конкретно здесь, в городе славном Париже, и более того, конкретно вот на том самом месте, где, например, расстался жизнью Людовик Капет, как его называли. У него было несколько прозвищ, например, Месье Вито. Дело в том, что уже в самый разгар революционных действий, когда он одобрил Конституцию и все такое прочее, ему оставили право бета, то есть голоса, который мог говорить нет при общем голосовании. И он этим правом очень часто пользовался. Несмотря на то, что Людовик XVI был тюфячок, хотя столяр, работал на станке, вообще-то тогда была такая повальная мода среди сильных мира сего. К смерти он принял с большим достоинством, и вообще весь вот этот вот судебный процесс проходил совершенно неожиданно для его оппонентов, потому что Людовик вел себя, ну, в общем, как мужик, ну, как мог, по крайней мере, и ему отдавали должное в этом, и было несколько даже попыток спасти королевскую семью даже среди революционеров, потому что, как мы будем говорить далее, революционный лагерь был отмит не единый, опять-таки это не мудрено. И вот на том самом месте с помощью гильотины ему отрезали голову. В фильме, который так и называется, французская революция, La Révolution Francaise, в двух частях, каждая там по два с половиной часа, крайне рекомендую, очень неплохой фильм. Там даже есть такая сцена, когда этот самый Гильотен, как он произносится по-французски, да, Гильотен, доктор Гильотен, приходит к Людовику и вот показывает эту модель, да, и на примере сигар они там вот пытаются отрезать сигару, с первого раза это не получается, и тогда Людовик говорит, а можно я внесу вот свое предложение? Там нож был вот такой полукруглый. Мне кажется, что надо сделать его треугольным. Это легенда, безусловно, но в фильме она смотрелась более, чем уместная. Когда Людовика вели сюда вот через парк Тюлери, он сказал фразу, что как рано падают листья в этом году. Фейтомбе. Знаете, такое слово фельетон? Оно происходит от слова лист, фей. Но, собственно, фей – это листья и есть. Поэтому сегодня я хочу вам предложить некое такое путешествие по Парижу и его окрестностям. Именно с точки зрения, что и где происходило, ну, в своем стиле, конечно же. Потому что в процессе подготовки вечериного тура я открыл у себя массы нового. То, что здесь на пляс Дуля-Конкохт площади Согласия происходили казни, это общеизвестный факт. Здесь и была казнена Мария Антуанетта, правда, не там, а в другом месте. И когда она сходила на эшафот, она наступила на ногу палачу, извинилась, сказала, «Вы знаете, я не хотела, простите меня». Тоже, кстати, умерла с большим достоинством. И вообще, вот, как-то в последние дни королевская семья, она проявила чудеса духа. Что интересно лично для нас, это я уже вычитал из замечательной книги Эдельмана, «Мнамение с целовой настает», так это то, что когда было так называемое бегство Барены, Баренское бегство, это когда семья королевской тайны пыталась бежать из дворца Тюлери, куда их приволокли из Версали, но и об этом еще поговорим. О них были поддельные документы, поддельные документы на имя подданной Российской империи. И послу нашему здесь во Франции пришлось отдуваться, пришлось как-то городить какую-то чушь, говорить о том, что, ну, она действительно к нам обратилась в посольство, сказала, что у нее паспорт потерян, поэтому как бы я выписал ее, точнее, не потерян, она его типа сожгла, поэтому я выписал второй дубликат. На самом деле, понятно, что он прекрасно знал, что он выписывает второй дубликат от них не для нее, но, в общем, тоже интересный штрих о том, какие попытки даже Российская империя предпринимала, очень слабая правда, для спасения королевской семьи. А здесь были казнены многие представители, в том числе и революции, например, Камиль де Мулен, Камиль де Мулен, с которого она, можно сказать, началась в Пале Рояль, здесь он расстался со своей головой, здесь казнили жерандистов, умеренных революционеров, и один из них, которого звали Жан-Франсюа Дико, даже пошутил. Я вас прошу простить, я иногда буду заглядывать в свои заметки, а они на французском языке, поэтому, если у меня будут вырываться какие-то фразы для слова на французском, это не потому, что мне хочется выпендриться, выпендриваться нечем, у меня очень ужасное произношение французское, а просто потому, что мне проще иногда сначала прочитать это французском, а потом перевести это на русский. Дело в том, что самая первая статья Конституции 1793 года гласилась, что «la République est une et invisible», значит, «Республика, она едима и неделима». И он пошутил, что «как жаль, что когда конвент принимал этот декрет о единстве и неделимости республики, мы не подумали о единстве и неделимости наших персон, наших тел». Здесь сложил свою голову Филиппо Галите, и Галите – это равенство по-французски, он был потом от Людовика XIV, кузен Людовика XVI, голосовал за его смерть, но потом и сам эту голову потерял. Здесь казнили Д'Антона, здесь казнили Робеспьера, и в этой связи есть огромное количество параллелей, конечно же, и с нашей революцией, есть параллели прямые, есть косвенные, есть то, что хочется притянуть за уши, есть принципиальные отличия, безусловно, это тоже присутствует. Ну, а гильотину, которая здесь орудовала и которую окружали разные люди, например, были такие «трикотэз», это барышни, женщины, иногда старые мегеры, которые в перерывах между казнями сидели и вязали на спицах, прозвали как угодно. Например, «лякхават акапе». «Кхават» – это галстук. Когда Людовика Казин, он, кстати, спросил у палача, что ему нужно сделать. Он сказал, «Снимите, Ваше Величество, галстук и ваш жакет». Значит, галстук для капета. Ну, капет – это имеется в виду, как у нас царь романов, так вот у них капет. «Ля бри де монт арогрэ» – «Аббатство на горе сожалений». «Ля баскуль» – «корзина». Ну, здесь все понятно. «Ля люкарне» – «выемка», «впадина». «Ля вёв» – естественно, это имеется в виду «вдова», «старая вдова». «Ле ракурсисмо патриотик». «Патриотическое укорачивание». Это мне очень нравится, конечно. Ну, или, наконец, «Святая гильотина». Даже продавали сувениры в виде этой гильотины, и дети играли, клали в нее фигурки, отрубали им головы. В общем, все было весело, интересно и задорно. Пара закадровых дополнений о том, что я сказал только что. Ну, вот вам, например, цитата из полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, том 34, страница 37. «Чтобы не быть франкфуртской говорильней». Под «франкфуртской говорильней» подразумевается первый общенациональный германский парламент «Франкфуртское национальное собрание». Ну, оно получило свое название по названию города. И здесь, конечно, Владимир Ильич немножечко передергивает. Там действительно много говорили, в любом парламенте много говорят, но уж нельзя сказать, чтобы их деятельность вообще ни к чему не привела. Просто этот парламент не принимал жестких драконовских законов. Вот сейчас мы прочитаем дальше эту фразу, и вы поймете, о чем идет речь. «Или первой думой», ну, про думы, я думаю, вам не надо объяснять никому ничего, «чтобы быть конвентом». Вот я хочу подчеркнуть это слово «конвент». Для этого надо сметь, уметь, иметь силу наносить беспощадные удары контрреволюции, а не соглашаться с нею. Для этого надо, чтобы он был поддержан всей массой городской, деревенской бедноты, полупролетариев. То есть, как мы видим, Владимир Ильич Ленин с самого начала не строил себя целку, он прекрасно понимал необходимость террора, прямая ссылка на якобинский террор, но он точно так же, как и все они, я уже об этом говорил, знал о последствиях данного террора и для тех, кто его затевает. И это его беспокоило не меньше. Так что, наследие французской революции для революции российской было крайне важным. Здесь я вам приведу пару графических документов, но это английская карикатура на смерть Людовика XVI. Обратите внимание, кто заправляет казнь, несмотря на то, что Англия сама, в общем-то, была прародительницей многих революций, тем не менее, в данном случае отношение к происходящему во Франции однозначное. А это уже, по-современному говоря, постер, изданный уже в самой Франции, в руке голова Людовика XVI и надпись, которая до сих пор звучит во французском гимне «Пусть неверная кровь или кровь неверных пропитает наши поля». Ну и дальше написана дата 21 января 1793 года, даже время указано 10 часов 15 минут, 10 с четвертью. Ну и вот с такой патетикой сказано, что голова тирана, собственно, свалилась, и нужно понимать, какие тираны потом придут на смену Людовику XVI, при всем при том, что в его эпоху никто гильотины на углах парижских улиц не ставил. Тут вопрос не в том, защищаем мы или обвиняем Людовика XVI, а в том, как посредством волшебной медийной палочки преподать нужную информацию в нужном свете. Вот мы убили тирана, и сейчас наступит всеобщее благоденствие, которое будет выражено в тысячах смертей. Наглядный урок политического пиара, и это актуально в общем-то до сих пор. Ну а где располагался этот самый злополучный конвент, и как он выглядел, а выглядел он вот так, я вам сейчас поведаю. Вот я сейчас пока тут копался, настраивал все и пытался понять, как все лучше организовать, стать более красивым с моей опухшей уже старческой рожей. Я заметил, что люди, проходящие по улице Ревали, мимо сада Тюллерии, не обращают естественно внимания вот на эту мемориальную доску, но это нормально, мы будем видеть много мемориальных досок в процессе нашего повествования. Между тем, это одна из самых главных мемориальных досок, наверное, в мире, в принципе, потому что она извещает нас о том, что именно здесь находилась вот на этой Ревали Ля Саль Дю Манеже. Ну, что такое манеж? Ну-ка, переведите-ка мне с французского. То есть, это был манеж, что за манеж, почему здесь, почему это мемориальная доска. Дело в том, что когда вся эта уже конституционированная или как это правильно сказать, да, в общем, братья перебралась из Версаля, то стал вопрос, где им заседать. Была сформирована комиссия из шести человек, куда, кстати, входил вот этот самый гильотен, придумавший гильотину. Ну, он там не один был, кто ее придумал, но, в общем-то, получила она его название. И им было дано задание для того, чтобы подобрать подходящие здания, помещения для заседаний. Они обошли огромное количество церквей, например, рассматривали даже церковь Святой Женельевы, рассматривался вариант с созданием цирка, тогдашние оперы и так далее. Но остановили выбор свой именно здесь, потому что вот конкретно это здание, оно лучше всего подходило для проведения подобного рода заседаний. Располагалось оно, как вы понимаете, в саду Телерии. Именно здесь, собственно, вот вокруг председателя расселись должным образом представители, во-первых, жеронды, которые получили название, жеронды, это местность такая во Франции, жерондисты, соответственно, они сели справа. Они были, ну, такие более умеренные, представляли интересы средней, даже иногда крупной буржуазии, а вот якобинцы и члены клуба кордильеров, они сели слева, gauche и droite. Собственно, вот с тех пор у нас и появился этот термин левые и правые. Если мы посмотрим, на самом деле, что здесь написано, то заседали здесь. Л'Ассамблее Конституnte, это Конституционное собрание с 9 ноября 1789 года по 30 сентября 1791 года. Затем на смену пришло у нас Л'Ассамблее Легислятив, это законодательное собрание. Затем тут был Л'Аконвиссион Националь, это то, что у нас называется Конвент. Ну и, собственно, именно здесь была приглашена республика 21 сентября 1792 года. От себя могу сказать, что именно здесь был вынесен смертный приговор королю. То есть, был суд, причем было несколько адвокатов у короля, их отослали, после этого сказали, что они слишком хорошо его защищают. Ну и потом это здание было снесено, сейчас здесь сад, названный так по дворцу, а дворец этот дворец Пюлери тоже имеет немалую историю, связанную с революцией, происходившей во Франции, причем не только вот с этой, но и с революцией под названием Французская коммуна. Собственно, эта Французская коммуна данный дворец и сожгла. Манеж соединялся проходом с клубом Фильянов, который располагался здесь, на торговой улице Санта-Норе, и был одним из главных политических центров революционного Парижа, одним из самых выдающихся деятелей данного клуба, на котором, вот видите, там реальная, ну это не доска, это такие знаки, которые располагаются по всему Парижу, являлся Мирабо. Очень такой противоречивый персонаж, великий оратор, слаблазнитель девушек и женщин, против которого выступал его собственный отец, он был старшенький в семье, и в общем-то есть там легенда о том, что мать в него чуть ли не стреляла, в общем, весело у него было детство, и юность в том числе, но вошел он в историю, безусловно, за счет своих ораторских способностей, и тем, что играл, в общем-то, на обе стороны, выступая с точки зрения революционной, пытался спасти королевскую семью, это стало известно уже после его смерти, и если при жизни он превозносился выше крыши, то после в общем-то был предан анафеме революционной, при этом Екатерина писала, что он достоин ни одной виселицы. В конце все-таки немножечко про географию парижскую, ну, коронавирус пройдет, и вдруг вы все-таки там очутитесь, вот здесь слева указана Вандомская площадь, и прямо на выходе из нее клуб Фиянов. И дальше проход к Тюлери, обратите внимание, что улицы револи еще нет, она была проложена в эпоху Наполеона, и здесь как раз указано, где располагался Манеж. Внизу, в правом нижнем углу, это площадь Людовика XV, сейчас вот как раз пляс Доля Конкохта, и вот там и происходили казни в одном или в другом углу этой площади. А сверху, где идет такое длинное здание, над ним написано Кур де Тюлери, это двор Тюлери, а перед ним написано Пале де Тюлери, это Тюлери-дворец, это тот самый дворец, где содержалась семья короля после того, как их перевезли в Версаль. Именно этого здания сейчас нет, там сейчас находится площадь Карузель, и слева и справа два крыла Лувра, причем обратите внимание, что слева Лувр еще даже не построен, есть крыла только с правой стороны. Ну, а это уже точки на современной карте, левое, это место казни Людовика XVI, дальше, там, где сад Тюлери, это место, где располагался Манеж, и там на стене мемориальная доска, сверху, это то, где находился клуб Фильянов или Фиянов, и в самом низу справа, это как раз местоположение дворца Тюлери, сожженный парижской коммунной. Я надеюсь, как говорится в интернет-мемах, и это пройдет, и вполне возможно, что в январе следующего года мы таки поедем в Париж с очередной группой. Соответственно, на этом все, оставляйте ваши комментарии, пожелания и так далее. Хочу напомнить, что уже была одна серия про топографию парижской революции, ссылка будет указана в описании под этим роликом, там был сделан акцент на Версаль, и вас ждет еще третий заключительный выпуск, который я надеюсь выложить вскоре.